Всем хорошего дня, отличного настроения. Сегодня, между прочим, уже 26 октября, вторник. Дорогие друзья, вот и второй месяц осенний подходит к своему логическому завершению. Дмитрий Солдат, Марина Гес, мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. С удовольствием будем прямо сейчас говорить про спорт. Пять дней, пять поединков и золото чемпионата мира в арсенале челябинского кикбоксера. Виктор Михайлов стал лучшим на планете в самом жестком разделе этого вида единоборств в К1. И сегодня он с нами на связи, чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы, семикратный чемпион России Виктор Михайлов. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виктор, ну для начала примите от нас поздравления, мы вам аплодируем. Чемпион мира и вообще чемпионство, это, конечно, великий титул. Скажите, вы когда начинали заниматься спортом, представляли ли когда-нибудь, что станете чемпионом мира? Спасибо большое за поздравления и отвечу на ваш вопрос. Конечно же, в детстве, мне кажется, любой ребенок мечтает о Олимпиаде вообще. Но пока у нас только признали нас, и чемпионат мира это высшая ступень. И я об этом же, конечно же, мечтал, начиная с детства. А вы со скольки лет начали заниматься? Со скольки лет начали кикбоксингом заниматься? С шести лет меня отец отвел на тэквондо. И далее мой путь продолжился в кикбоксинге через года три-четыре. А я перешел в кикбоксинг и до сих пор в этом виде спорта. То есть с детства я уже 20 лет занимаюсь единоборствами. Мечты сбываются. Мне кажется, что вот это как раз-таки история об этом. А скажите, мы знаем, что вы выступали в самом таком жестком виде этого единоборства, К1. И знаем, что подготовка к соревнованиям, она держалась в строжайшем секрете. Почему так? Для того, чтобы устрашать соперников? Да, по-моему, не было никакого секрета. Готовились, хорошо готовились на сборах. То есть прошли три цикла сборов летом. То есть были у нас общие физические, объемные сборы. Потом уже сборы в Челябинске. И непосредственно перед выездом в Италию прошли технико-тактические сборы уже на хорошей базе в Тульской области, база Министерства спорта. И там были отличные условия. Хорошо подготовились, подвелись в турниру в оптимальной форме. Показали все, что можем на турнире. И слава богу, все получилось. Виктор, а вот то, что касается соревнований и конкретно Италии, вот вы когда были, как эпид-ситуация вас коснулась? Потому что наши спортсмены, когда приезжали с Токио, возвращались, они говорят, что их не выпускали из Олимпийской деревни, что через стекло подавали еду. Они себя в неком заточении чувствовали. Как у вас с этим делом обстояли дела? В принципе, не было таких жестких ограничений. Мы сдали ПЦР и пошли в гостиницу, ждали результата. А, нас экспресс-тест сделали, да. То есть нас быстро всех проверили, отпустили. В принципе, мы свободно перемещались по городу даже. И не было таких каких-то жестких ограничений. Ну, сдавали ПЦР, конечно, каждые три дня. И это единственный такой нюанс. И даже это не помешало забрать чемпионский титул. Мы, кстати, знаем, что ваши близкие и родные в поддержку сняли видеоролик. И предлагаем прямо сейчас вам, нам и нашим телезрителям его посмотреть. Хорошо. Я желаю, чтобы ты завоевал все медали в мире. Я хочу, чтобы ты с удачей, с успехом и со здоровьем вернулся домой. Вот этот ролик, он вас замотивировал на победу? Если честно, для меня это было неожиданностью. Этот ролик делала моя жена с моим тестем. Для меня это было неожиданностью. Они как партизаны, ничего не говорили мне. Да, это такой сюрприз, который мне очень помог. И уже в Италии мы приехали, и мне жена скидывает это видео. Я посмотрел его и понял, что у меня нет выбора только выиграть. Классно. Это замечательно, действительно. Виктор, ну вот мы еще видели сюжет нашего коллеги Валерия Киченко о том, как вас встречали из Италии, когда вы приехали победителем. Да, очень приятно. Вчера прилетел в 4 утра. Время, конечно, было неудобное, но близкие, родные и друзья приехали, встретили. Очень приятно было, что есть внимание ко мне. Это всегда приятно, я думаю, когда тебя... Поддержка приходила не только от близких, но мы еще знаем, что какой-то артист вас поддержал. Кто это был? Да. Случайно встретили в Москве перед сборами Романа Курцина, актера. Они снимали фильм или сериал, по-моему, какой-то на улице. Мы подошли, вот на фотографии можете видеть моего друга, это Алексей Спирин и Роман Курцин. Да, и мы подошли, сфотографировались с ним, поговорили. Он занимается тоже многими единоборствами, ну не профессионально, но пропагандирует здоровый образ жизни и, в принципе, в хорошей форме находится. Пожелал нам удачи и успехов на чемпионате мира. Ну, было очень приятно, что он отмечал нас. Хорошо. Виктор, тогда у меня такой вопрос. Какие планы на завтра? Ну, то есть на будущее, конечно. Сейчас, в этом году, я думаю, у меня в любительском кикбоксе не точно не будет боев. В профессиональном пока тоже не знаю, скорее всего, нет. Сейчас хорошо отдохнуть с семьей, провести время. Может куда-то съездить и даже отдохнуть. То есть восполнить энергию с новыми силами. Нужно будет в январе уже проходить сборы с сборной России в Кисловодске. А далее ждет Всемирные игры в июле месяце следующего года. Виктор, ну и напоследок пожелайте что-нибудь начинающим спортсменам. Так. Я желаю вам, дорогие телезрители, юные спортсмены, никогда не отчаиваться. Для меня это был тяжелый чемпионат, третий чемпионат. С третьего раза только я смог заявать лидерство. Поэтому нету ничего невозможного. Старайтесь. Упорный труд всегда вознаграждается. Всем здоровья, успехов, удачи во всех делах. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Виктор, большое. Мы еще раз вас поздравляем, потому что это действительно очень крутая победа. Да, друзья, чемпион мира и Европы, семикратный чемпион России по кикбоксингу Виктор Михайлов. Ура! Спасибо вам большое. Всего доброго. Ну классно вообще. У меня всегда мурашки бегут по телу в момент, когда мы общаемся с чемпионами вот такого масштаба. Да, причем я смотрела интервью, его давала Данила Жуков, это вот первый наставник, как я понимаю, Виктора. И он говорил, что мальчик, когда пришел, он особо ничем не выделялся. То есть не было каких-то сверхъестественных способностей. Вот так вот, дорогие друзья, представляете? Упорный труд и подготовка делают из людей чемпионов мира. Классно. Ну а мы продолжаем нашу программу. Итак, в нашей рубрике «Инспектор гаджет» мы расскажем о технических новинках. Что ж сегодня будет интересного? Давайте узнаем.